Для любого натурального числа n хотя бы одна из трех подряд идущих подходящих дробей n-1, n и n-1 приближает число, к которому они все являются подходящими дробями, с точностью на больше, чем единицы разделить на корень из пяти умножить на квадрат знаменателя подходящей дроби. То есть, хотя бы одно из этих трех негатив, хотя бы одно обязательно должно быть выполнено. Ну, давайте посмотрим, если дробь вот такая, я не знаю, конечна она или бесконечна, это не так важно, то введем обозначение. Альфа катая получается, когда мы отбрасываем первые несколько, то есть это а катая, целые части, дальше пошли а к плюс первая, к плюс вторая и так далее, все элементы цепной дроби числа альфа. Тогда альфа можно записать в виде конечной цепной дроби, просто в качестве к плюс первого элемента, взяв не целое число, а к плюс первое, а альфа, к плюс первое. Поскольку формулы с дробями верны в любом случае, независимо от того, пишем мы туда эталлбровические формулы, альфа записывается в виде конечной дроби. Это, конечно, не обязательно целое число, даже, скорее всего, не целое, но формулы эталлбровические все равно верны. И если бы здесь было целое число, то мы знаем формулу, как выражается очередная цепная дробь через предыдущие вычислители, знаменатели, через знаменатели. Значит, такая формула есть. И смотрим, чему же равна разность альфа минус пкатая делить на кукатая. Ну вот, пишем. Очевидно, вот это вот уничтожится. В числителе останется модуль пк минус первая кукатая, минус пкатая кукатая кукатая минус первая. Так, обратите внимание, если у нас к неотрицательное число, то вот это уже положительное обязательно. И знаменатели всегда положительные. Так что здесь я не зря написал просто скобки. А в числителе модуль. Но это единица, то, что в числителе. Потому что это одно из основных равенств для соседних подходящих пробей. Значит, в числителе единица, в знаменателе можно вот отсюда вынести кукатая, будет кукатая в квадрате, умножить на какой-то коэффициент вот такой. Альфа к плюс первая плюс ку к минус первая разделить на кукатая. Наша цель доказать, что когда мы возьмем три подряд таких коэффициента, хотя бы один окажется больше, чем корень из пяти. Ну, замечательно. Действуем противно. Пусть какой-то там катый и к плюс первый коэффициент оказались не больше, чем корень из пяти. Докажем, что в таком случае кукатая плюс первая меньше, чем золотое сечение умножить на кукатая. Это доказательство я расскажу чуть-чуть потом, это некие просто вычисления, в общем, на уровне свойств квадратного трехчлена. Надо просто написать аккуратно одну формулу, другую формулу. Вот. А давайте сначала поймем, почему же из этого следует теория. Предположим, что для n-1 и для n психики небольшие, меньше или равны, чем корень из пяти. Тогда по лене выполнено такое неравенство. Если все n и все n плюс первые тоже небольшие, то верно и такое неравенство. А теперь смотрите. У нас есть формула, которая выражает a n плюс первое. Это что такое? Это a n плюс первое коэффициент делить на коэффициент. Теперь в числителе прибавим коэффициент минус первое. Ну и напишем дробь минус qn минус 1 делить на qn. Замечательно. Тогда вот это вот число, это в точности, qn плюс первое. А qn плюс первое делить на qn меньше, чем золотое сечение. А вот это вот qn минус первое делить на qn у нас наоборот будет больше, чем единица делить на золотое сечение. А из-за того, что минус, то вот такое неравенство можно писать. Осталось проверить, что когда вы из золотого сечения вычитаете единицу, где видно золотое сечение, получается единица. Это, собственно, то самое главное свойство золотого сечения. Если кто из золотого сечения не помнит, то просто-напросто приведите к общему динаминатору. Честное слово, у вас все получится. Получили а n плюс первое меньше, чем золотое сечение минус единица делить на золотое сечение. То есть меньше, чем единица. Поскольку все элементы цепной дроби, кроме первого, это положительные целые числа, то не может быть а n плюс первое меньше единицы. Доказанным леммом обозначим х, это ку-к плюс первое, разделить на ку-к, вот это вот число, это х. Наша цель доказать, что х меньше, чем золотое сечение. Мы при этом знаем, что вот это и к-к плюс первое, такое число, не больше, чем корень из пяти. Пишем эти неравенства. Пси-к плюс первое записываем по ку-к, что это не больше, чем корень из пяти. А пси-к чуть-чуть преобразуем. А именно, альфа-к плюс первое заменим на а к плюс первое плюс единица делить на альфа-к плюс второе. Тогда, смотрите, можно вот это вот первое и третье слагаемое объединить в такое. альфа-к плюс первое ку-к плюс ку-к плюс ку-к минус первое делить на ку-к. И это есть ку-к плюс первое по регулянтной формуле для знаменации подходящих правил. Значит, здесь у нас ку-к плюс первое делить на ку-к, то есть х, плюс, ну вот оставшиеся единицы делить на альфа-к плюс второе. Замечательно. И это тоже не больше, чем корень из пяти. Как можно теперь это записать? Смотрите, вот это неравенство переписываем сюда. Альфа-к плюс второе не больше, чем корень из пяти минус одна х. А вот это единица делить на альфа-к плюс второе плюс х не больше, чем корень из пяти. Записываем так. Единица делить на альфа-к плюс второе не больше, чем корень из пяти минус х. И перемножаем. Здесь получается единица, а здесь произведение вот таких скобок. корень из пяти минус 1х умножить на корень из пяти минус х. Ну, это все просто. Просто раскрываем скобки, получаем квадратичное неравенство и соображаем, какой корень у этого выкачки. На всякий случай, я эти вычисления написал крупно. Вот, пожалуйста, смотрите. Смотрите, я вот эту формулу переписал крупно-крупно, раскрыл скобки, единичку убрал из обеих частей, на корень из пяти разделил, на минус х умножил обе части и получилось вот такое неравенство. х квадрат минус х корней из пяти плюс один, не больше нуля. Корни этого квадратного трехчлена, это как раз золотое сечение, единица делена на золотое сечение, значит х меньше, чем поле из пяти плюс один, а это и требовалось доказать.